Приветствую, друзья! Мне надо эту картину вам показать, потому что мы сейчас в формате коллективный разум. И вы, пожалуйста, мне подсказывайте, что добавить, что убавить, где улучшить, где уменьшить, где усилить, какой цвет. Ну, потому что вот мы сейчас можем, мы рисуем сейчас вместе, друзья. Эту картину я тоже начинал, когда мы вместе рисовали, вы мне подсказывали. В формате коллективного разума, если кто вспомнит, какая она была изначально, напишите. Помните там глазами, ну, сами вспомните. Она даже в книге у нас. В последней книге там, где участники нашей школы, Homo Futura, свои, пишут приёмы усовершенствования по принципам ключа. И там как раз-таки тетрадка с моими картинами, с названиями. И там эта картина в исходном состоянии. А сейчас наш участник школы, честный купец, придумал способ как раз-развесить через свою компанию, сейчас он проходит бюрократические какие-то тернии, развесить картины, которые мы совместно рисуем. По Москве, да, по огромному количеству подъездов, ну, надо, чтобы было законное решение властей, и оно будет. Он сказал, будет, потому что он знает, как это делается. Картины повесить для настроения. Вот заходит человек в подъезд, и там небольшого формата картина. Он ещё предлагает нам сделать пиар-код, чтобы можно было приложить и сразу к нам на канал попасть. Где мы все, друзья, совместно создаём науку человечности. А у нас, как вы понимаете, миллионы-миллионы людей из всех стран мира. Потому что вечные ценности – это любовь, сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого. Это сотрудничество. Это созидание. Вот, ну, как раз-таки мы в формате «Коллективный разум» учимся созидать. И вот, прошлый ролик я сделал и предложил всем купить там алгоритм, как снимать быстрый стресс и выходить на ресурсные состояния, чтобы решать свои проблемы. И предложил за 150 рублей. Да, уже многие купили, благодаря вам, друзья, которые купили, мы купили краски. И поэтому можем продолжить наше совместное дело. Я вам очень благодарен. Очень. Потому что, вы сами понимаете, творцы не могут без творений. Потому что, когда люди лишены возможности созидать, творить, любить, они начинают водку пить. Да, друзья, вот откуда берутся неврозы, фобии, навязчивости, болезни, когда человеку не дают быть творцом. Это мы в нашей школе открыли, в книгах об этом пишем. И всех, как говорится, разумляем, чтобы открывали в себе все больше и больше любимых дел. Потому что, чем больше любимых дел, тем больше в них открывается творческий начало у людей. И тем более, они... И вот, видите, опять тут больных звонят. Мы потом договорим. Давай чуть позже, через 10 минут, я сейчас занят. Да, очень много больных звонят. Очень сложных. Да, очень сложных. Потому что все легкие, как говорится, давно разошлись по своим врачам, психологам. А к нам звонят только сложные. Так, и так, друзья, поехали дальше. Итак, что я хотел сказать. Я хочу повторить, такой же ролик сделать вот с таким же алгоритмом. Ну, еще, еще с одними элементами уникальными, которых в мире вообще никогда не встречали и не было. Начну я... О чем там говорить? Я сделаю такой ролик завтра. Мы его запустим через день-два. Купим закупленный ролик краски, холсты. Будем вместе опять рисовать, писать книги и учиться совместному творчеству. И решать важные проблемы для человека и человечества. Так вот, я о чем хочу сейчас сказать? О том, что разогнался, например, А задачу заменил, и вот таким разогнутым состоянием, бах, и решил задачу. Беззаконы природы одни и те же. Вот, например, у меня было такое. Я, значит, думал, думал над какой-то проблемой, Разогнался. Потом как-то отвлекся, кто-то позвонил, И я потом задал себе вопрос по другой теме. Разогнанном состоянии. Разогнанном состоянии. Задал себе вопрос. Ну вот ты стараешься, стараешься, кому же Бог помогает. И вдруг раз, сразу на разогнутом, на разогнанном состоянии автоматически получил ответ. Бог помогает тому, кто старается сам. Подсознание выдало, потому что я разогнался на другой задачи. А в нужный момент подставилось вот это. Потом ко мне Любовь Спиридонна приходила, она тогда вот в Молодой Гвардии работала. Она пришла ко мне уже из литературной газеты и написала там, мы с ней вечером позавчера сидели, А тут она через два дня написала там в статье, как бросил кто-то из великих. Бог помогает тому, кто старается сам. Я говорю, Любовь, слушай, это же я тебе сказал. Чего тебе было трудно сказать, кто из великих? Ты бы же меня прославила. Она говорит, да это ты сказал. Да, ну вот видите, афоризмы, они такие как-то точные. Они так улетают в ум и сердце человека, что он даже думает, что это кто-то. О, такой великий сказал. А это, кажется, ее друг Хасай Али. Она говорит, ну от тебя не убудет, ты много их пишешь. Так что, извини, конечно, я забыл, что это ты сказал. Я думал, что ты кого-то пересказываешь. Нет. Я к чему это рассказываю? Что значит быть разогнанным на одной задаче, а подставить другую и решить ее на автомате? Ну, я пример вам приведу. Вот, например, я пристал к своему другу, старше меня по возрасту, Шурику Бахтину. Дай, говорю, мне твой мотоцикл проехаться. А я был ребенок. Он был старше меня, он уже был старший школьник. Он говорит, не дам я тебе мотоцикл, упадешь еще, не дашь ты, ехать не умеешь и так далее, и так далее. И в конце концов он сказал, да и у него тормоз испорчен, но у него тормоз не работает. Ну, ладно, говорит, на, давай, езжай, что хочешь делай. Я его достал, потому что я такой был липучка, если мне что интересно, я пока не добьюсь. Ну, и, короче говоря, я на него сел и поехал, и разогнался. Я разогнанности говорю. Разогнался, шпарил, значит, и в этот момент ворота автобазы напротив там у дедушкиного дома, я на Озерной всем жил. Распахиваются ворота, и вылезает этот вот такой здоровый КамАЗ. КамАЗ едет прямо навстречу. А дорога вот одна, а тормоз не работает, а я лечу. И в этот момент чего делать? Я сворачиваю вправо, пролетаю мимо ворот, и труба, которая подпирает эти двери, ворота, пролетает мимо меня металлическая. Если бы она мне влопнула, конечно, меня бы сейчас с вами не было. Ну так мгновенно все получилось, что я зарулил направо и на кучу песка грохнулся. И на кучу песка. Хорошо, что там у них во дворе куча песка была. Она затормозила мой мотоцикл, я там грохнулся. И тетя Поля выскакивает из дверей дома, там частные дома такие, и это дворы. А вот раньше женщины у нас в Советском Союзе все ходили в одних и тех же бюстгальтерах и в трусах. Ну это так интересно, вот сейчас вспоминать, когда все это было. И она в бюстгальтере и в трусах. Помню, обычная женщина такая, хорошая такая, тетенька, доброжелательная. Но в этот момент, когда она вдруг из какого-то грохота выскочила во двор и видит кто-то с мотоциклом в песке. И встает мальчишка и штаны отряхивает. И она на меня напустилась и говорит, как тебе не стыдно. А я ей говорю, тетя Поля, тетя Поля, извините, пожалуйста. Ну вы же видите, ребенок упал, чуть не разбился, а вы его ругаете. Я встал ей на танцы читать. Боже ты мой, ну представить себе ее состояние. Короче, мне потом дедушка неделю целую ходил там, чинил ей вороты эти. Ну я к чему? Что вот разогнался и вот влетел. Да, и вот вам еще один случай скажу. У меня депутаты проводили подготовку, я готовил депутатов. Короче говоря, у них были вопросы. Я им сказал, слушайте, вы научитесь сначала отвечать населению, почему они так мало зарабатывают. Ну что было там, как мне отвечал мэр города и прочее, губернатор, я потом вам расскажу. Как они видят картину, я потом расскажу. Это просто удивительно. Ну ладно, нам это не понять. Ну хорошо. Ну короче говоря, я обучал этих депутатов, чтобы они стали депутатами, чтобы они отвечали на вопросы. У них было много вопросов, которые могли задать неожиданно. И они должны были быть готовыми. Ну и короче говоря, я им сказал, если вы разгонитесь, например, например, смотрите, что такое второе дыхание. Вот человек бежит, бежит, бежит. Ему трудно бежать, трудно бежать. До финиша осталось немного, а вот он из последних сил напрягся. Пик напряжения преодолел, и потом бежит на автомате. И легко дышится, и он бежит на автомате, ему всё ни под чём. Вот он эту задачу, бежать. После пика напряжения, который преодолел, теперь решает на автомате. Вот теперь подмени ему задачу, он тоже на автомате решит. Я почему эти аналогии привожу, чтобы донести до понимания с помощью разных примеров. Так вот, я им сказал, этим депутатам, смотрите, вы решаете какой-то вопрос, вам надо его быстро решить, вы не знаете, как ответить, и вы его решаете. Вот всё время больные звонят, давайте мы им скажем, чтобы потом звонили. Да, через 10 минут. Да. Ну, сложный, сложный, потому что я не могу там за минутку им ответить, мне надо с ними поработать. И вот посмотрите, сложный вопрос им задают неожиданно, а как быть вот готовым к этим вещам? Ну, надо разогреться, и вот вопрос подменяется, а ты уже, как говорится, точку напряжения преодолел, и ты на автомате решаешь. О, какой момент тонкий. А я говорю, так разогреться-то можно не только в беге, не только на мотоцикле, не только решая какой-то вопрос, пик напряжения создать. Возьмите спичку или ноготь. То, что я вам рассказываю, это фантастика по эффективности и простоте, и удивительности. Ну да. Ну и что, говорит? Я говорю, так это же напряжение, которое вы в беге, например, делаете, или решая какую-то задачу до пика напряжения, вы же можете просто спичку взять. В ухо, в ухо, вот так вот. Прижать до боли, и напряжение вырастет. Да, а потом вы убираете, и на этом фоне, когда идёт расслабление, вы уже как бы переступили пик напряжения, и задачу на автомате решаете. Ну ладно, у меня больные, извините, у меня такие сложные, такие сложные больные. Давай, давайте. До встречи. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok